всем привет друзья продолжаем наши уроки данный урок у нас будет по созданию дождя для начала мы создадим папочку и в ней как обычно создаем материал так материал rain как в прошлом уроке я показал про снег здесь тоже самое материале мы настроиваем блэнд мод и шиннинг моду все тоже самое окей далее нам необходимо воткнуть такой как потекал кого и далее мы получается создаем наше получается ноду как мультиплай ей мы будем объединить так делаем ее две штуки потому что мы будем скрещать так скажем на эмиссия в кого и на оперейшн отдельно уберем от пальцева ставим на а и на б мы будем ставить такое как radial gradient extension все то же самое как и в снеге замучаем это общее значение что будет подсвечивать и соответственно нам альфа канал нужно будет тоже включать который будет тоже также смешиваться с грандиэтом по сути все вот наш альков альфа канал появился вот вы видите это немножечко такая размыливание и заодно и просвечивание нам как раз таки и нужно все материал мы сохраняем и больше сюда в принципе завозить не будем наш материал далее мы будем создавать партикул систем забываем прописывать что это парт то что наша партикулная система входим так сразу давайте создадим новый эмиттер потому что он нам пригодится в первый эмиттер мы прописываем такие функции как гпу спрайт как мы раньше делали далее ставим также в кейшин инселис не сова кэшин далее еще мы добавим сразу же сайс сайс бай спит то есть мы будем по скорости тоже увеличивать уменьшать размеры еще на селе рейшин констант обязательно и возьмем еще коллизию на всякий случай так где она у нас ладно я чуть позже добавим так давайте настроим сюда нам кстати тоже надо также из тайпдата гпу спрайт добавить чтобы она тоже из одной точки я шла так здесь инициал сайс инициал велосити также инициал локейшин для чего здесь создается два эмитра мы будем создавать дождь в виде двух партиковых систем которые будут с различными скоростями переходить принципе это можно было сделать и со снега но с дождем это будет намного симпатичнее скорее всего теперь нам необходимо скорее всего так давайте сначала установим все выделим наш материал и вот к нему его выкверит материалов что здесь что здесь чтобы потом как говорится не париться не вспоминать что мы что-то забыли теперь в первый и миттерс мы изменяем спал давайте поставим не знаю там в районе 30 тысяч здесь мы очень большое количество создаем далее также идем в лайфтайм в котором мы выставим значение по 5 он будет вот так вот тянуть ее по времени скажем живучести настроим на размеры максимальная допустим давайте установим порядка 3 на 3 на 10 поставим и минимальные у нас значение будет в принципе такие же давайте сделаем чтобы прямоугольничка летели так если ближе слишком близко камера нам обрезала но принципе сейчас мы это все равно увидим далее мы выставили сейчас в velocity заходим и устанавливаем значение 0, 0 и 0. Получается по минималке мы выставим также нули и на Z минус 500, так, initial size, да кстати я забыл здесь выставить по минимальной минус 10 немножко неправильно видите очень длинная такая как говорится штучка сейчас мы ее расправим когда дойдем до initial location так ну давайте initial location выставим значение 5000 как мы делали в принципе со снегом по нулям и значение минус 200 чтобы мы допустим могли поставить на землю и соответственно видели куда будет происходить так теперь здесь мы все сделали давайте настроим скорость при размер при скорости выставим 0 на 5 мы сделаем немножко удлинения и 0 4 допустим на тоже пятерочку теперь acceleration выставим значение константы равный 0 0 минус 900 так насчет коллизии она нам все-таки нужно будет теперь получается зайдем так в response мы выставим на kill response мы выставляем kill это в коллизии стендев все правильно немножко отлетим вот видите да там чуть-чуть видно на получается на нашем темно фоне как падает капельки дождика давайте теперь еще настроим немножко цветовой короче изменение цвета при жизни теперь мы в этой получается зайдем в колор откроем вот эти все значения point point 0 point one point давайте в 0 point мы выставим цвет какой-нибудь синеватый виде дождика да вот мы смотрим примерно вот такой надеюсь не слишком яркий потому что он ну в принципе должен быть каким-то определенным цветом так теперь чуть ниже спускаемся в альфа канал вот альфа овер лайф тоже открываем все значения также идем к point на 0 это начало нашей получается капельки на конец капельки и выставим значение так 0 здесь сделаем 0 5 минус 1 минус 1 линию так здесь 1 0 5 и по 0 все принципе здесь у нас практически все нормально давайте сохраним и теперь настроим вторую часть здесь особо много ничего не надо изменять так спаун материал мы поставили да спаун давайте выставим значение порядка 800 как видите да 8 количество мы вот 30000 это большое количество летящих с определенной скоростью и 800 у нас летящих с другой скоростью вайф тайм выставим им например по 0 1 это предварительно сейчас посмотрим как это сделается инициализация так выставим маленький или наоборот большие да у нас сколько там кстати 3 да да вот вот эти малое количество мы выставляем побольше давайте в районе 5 где-то нет 7 будет нормально 7 максимально это максимально давать 8 минимальное значение у нас будет в районе 5 раз у нас тут в 3 здесь от 5 до 8 это будет хорошо так направление мы соответственно также задаем 10 10 выставим на 100 высоту минус 10 минус 10 и выставим также 50 и так так как color over life мы настроить принципе ничего не будем инициализацию инициализацию в макс мы пропишем также 5000 то есть мы размер нашего образного облака настроим 5000 здесь у нас все по 0 все то есть давайте на всякий случай какую-нибудь сотню пропишем здесь по высоте так проверим надо нам фиксануть края все сохраним запустим это на на нашем уровне как обычно у нас ничего не видно скорее всего будет так так счета у нас слишком малое количество видимо все правильно я забыл что я по определенной плоскости поставил появление дождя так почему а все это у нас отпадение дождя инициализацию которую мы сотню поставили давайте поставим нолик и перезапустим уровень сохраним нашу так и вот как видите капельки дождя у нас летят да можно конечно это все сделать побыстрее по скорости такое ощущение как будто падает снег давайте увеличим больше побольше количество сделать надо так количество спал мне 30000 давайте в районе 50000 здесь увеличим здесь увеличим в районе полторы тысячи перезагрузим на уровне и запустим вот сейчас побольше стало но все равно есть какие-то небольшие недочеты давайте добавим немножко жизни получается мы здесь настроим настроим наше небо что-нибудь потемнее как будто бы уже начинается дождик вот так получше виднее да что-то не хватает что-то не хватает просто кажется как будто снег падает быстрее почему я здесь я же оставил пятерочку как минимум это думаю что у нас капельки слишком маленькие ну вот примерно вот такой вот дождик получается скорость бы конечно увеличить этого дождя и возможно надо будет поработать над материалом как-то он немного мне не нравится так так здесь у нас все почему здесь у нас не прописалось я уже все менял вот вот сейчас понимаю почему вот сейчас как-то еще более-менее выглядит но все равно с материалом надо работать ну на этом друзья все вот такой вот дождик примерно получается для того чтобы нам показать его более-менее красоте видите капельки падают внизу и это быстренько исчезает это в принципе вот мы настроили вторым эмиттером который создавали до скорой встречи друзья пока пока